Встреча с столярного оборудования 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 На новинках их оказалось на удивление много Сейчас мы на них остановимся подробнее В том порядке, к которым я до них дошел Подделки мастеровых я много снимал в прошлом году Кому интересно, посмотрите мои прошлогодние ролики В этом году мне реально понравились вещи, на которые я наткнулся И поэтому особо перематывать не советую В этом году несколько производителей представили токарные резцы с наконечниками из твердого сплава Представленный производитель называется Easy Wood Tools Как можно заметить на плакате по форме резцов Резцы идут трех типов размеров для крупных, средних и мелких деталей Система представляет из себя три токарных резца Один с квадратным наконечником из твердого сплава для черновой обработки И съема большого количества материала Этот нож четырехсторонний, его можно переворачивать Второй резец с острым наконечником, его можно переворачивать только два раза Этот резец для более узких мест Для более точной обработки Третий резец называется финишным Он имеет круглый нож Его можно переворачивать много раз После этого ножа получается очень гладкий финишный результат Как раз этот момент сейчас будет продемонстрирован представителем этой компании На сайте одного из продавцов я нашел все возможные варианты ножей В том числе один острый нож из карбид алмазного сплава Он имеет такую более синюю окраску Насколько я уловил, его преимущество в том, что он не так сильно нагревается во время работы За счет этого их ресурс увеличивается в разы Также можно заметить, что финишные круглые ножи имеют отрицательный угол заточки Поэтому они оставляют очень гладкую и ровную поверхность Да, и круглый финишный нож имеет негативную заточку с обоих сторон ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как можно было видеть по реакции людей, поверхность получилась очень гладкая Гладкая настолько, что чувствуется разница по сравнению с обычными резцами На этом про резцы все, будем двигаться дальше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот еще на что наткнулся Деревянная шляпа Сначала я думал, что это токарные изделия Сейчас даже не понимаю, как это сделали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше я здесь наткнулся на интересный способ отделки древесины Как я понял, это японская фишка Японское изобретение Очень популярно в Японии Кому интересно, посмотрите на charclad.com ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин так видно, а я помню, что я смотрю, мне их пример... мы говоря, что с одним я ставлю всё вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти ст autonomи. Я думаю, что здесь тем более, чем выchyла. Я хотел бы считать, что рабочие длинные резолюции. И это будет продолжать так. И осталось, чтобы избежать неотвратительно входит до конца. bleee я не хочу это это очень это 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 не Здесь небольшая компания представляет свой самодельный ЧПУ, эта компания также принимала участие в выставке в прошлом году. Я не уверен, что в прошлом году они представляли именно этот станок, но фишка была в том, что станки подобного типа можно прикреплять к стене. Нехватка площади помещения достаточно общая проблема для всех мастеровых. Монтаж легких ЧПУ в вертикальном положении, мне представляются очень интересные идеи. Далее идет станок, изюминка этой выставки. Станок представляет из себя приспособлен для изготовления соединений шип-паз. Вот такая у него конструкция, множество упоров, регулировок, все достаточно легко настраивается, очень быстро. Станок очень многофункциональный, с помощью него можно делать множество типов соединений, шипы и пазы различных форм, также соединения на ласточкин хвост. Здесь представлены все соединения, которые можно сделать с помощью этого станка. В принципе соединений можно сделать любое, все зависит только с шаблоном. Также здесь представлены основные шаблоны, которые идут в комплекте с танком. Сейчас будет показано, как работает станок на примере соединения шип-паз. Следите за движением рук для того, чтобы понять, как работает станок, какие делаются настройки. Поняв принцип работы станка, в принципе этот станок можно повторить и в домашних условиях, ничего в нем сложного нет. Этим и интересен данный станок. Чтобы сделать паз в заготовке, подшипник, закрепленный на рукоятке ведущий фрезер, повторяет контуры шаблона изнутри. Поистол扣ки. Продолжение следует... Далее устанавливаем заготовку для шипа. Затем меняется направляющий подшипник на обгонный. И в этот раз для изготовления шипа подшипник повторяет контуры шаблона с наружной стороны. Не пропустите момент, как легко настраивается станок по толщину заготовки. Очень быстро, без лишних измерений, происходит центровка заготовки. Сначала фрезер огибает оба шаблона по общему контуру, затем каждый индивидуально. Шаблоны имеют конусную форму и, меняя позицию подшипника, можно регулировать плотность соединения. Вот такое плотное соединение получилось ровно по центру заготовки и вровень с торцом. Это было соединение под 90 градусов, но также есть возможность изготавливать соединение под углом. В конструкции стола предусмотрена возможность позиционирования заготовки под углом для создания угловых соединений. Вот на такой интересный экспонат я набрел. Я уверен, многие мастеровые смогут это повторить. Далее переходим к следующей экспозиции. Там тоже много интересного. Далее переходим к следующей экспозиции. 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 Продолжение следует...